зеленый кофе для похудения очень интересная тема а вы знаете как правильно использовать зеленый кофе для похудения ведь эффект появляется не по вашему желанию а благодаря тому составу который там есть поэтому просмотрел это видео до конца вы узнаете как связаны состав зеленого кофе и его действие а также чем отличается действие зеленого кофе от кофе обжаренного и как правильно использовать зеленый кофе для похудения с пользой для вашего здоровья итак первое состав и словно вы понимаете от этого все зависит 20 процентов кофейного зерна это клетчатка крови кофе размалываете вы видите после того как заварили остался осадок вот клетчатка находится там с одной стороны вроде как клетчатка полезно для похудения но кофейная клетчатка не самая простая поэтому вот этот самый большой объем который содержит кофейное зерно чаще всего пустое хотя вы можете использовать это в бане в сауне для как скраб можете использовать великолепно клетчатка не всасывается аромат кофейного зерна все-таки какой-то остается ну и скраб он есть крабом вы сможете улучшить состояние кожи на втором месте по количеству это белки причем вы понимаете кофейное зерно находится где-то посредине содержание белков чуть меньше чем в мясе зато за чуть-то больше чем в крупах из лаковых и это нельзя игнорировать белки это очень полезно если вы правильно завариваете кофе белки начинают пениться у вас появляется пенка это очень полезный компонент который обязательно обычно собирается раскладывается по чашкам пока кофе заваривается и это нужно понимать принципе белки полезны там достаточно много аминокислот и попадая в ваш организм они активируют обмен веществ и вот тут кофе уже начал действовать белка по большому счету все равно будут они предварительно обработаны при обжаривании или вы заваривать будете зеленый кофе хотя в первом случае пенка значительно мощнее значительно ароматнее поэтому тут безусловно выбор стоит за человеком какой вид кофе использовать зеленый или черный третью позицию занимают жиры ну многие увы боятся ой жиры все это калории все для похудения кофе на нем поставили крест ничего подобного там во первых жиров не так много вы же не съедаете ведро кофе вы завариваете несколько чайных ложек и в этом количестве всего 10 процентов жиров там если какой-то грамм жира попадет на этом даже желчный пузырь не заметит такое количество жира она просто пройдет транзитом по кишечнику хотя зря нужно бы помочь желчному пузырю все-таки с реагировать на чашку кофе потому что только печень находя в крови токсичные вещества а также если у вас пошло снижение веса то в кровь попадают пестициды гербициды канцерогены окисленный холестерин все это добро из жировой клетки перемещается в кровь если печень не успела сложить все это желчный пузырь а вы чашкой кофе не обеспечили выход в кишечник у вас холестерина кисленый начинает откладываться на стенках сосудов развивается атеросклероз сосудов пестициды гербициды обладают канцерогенной активностью у вас повышается риск онкологии если вы не активировали перед тем печень перед тем как начать худеть неважно с помощью кофе или без помощи кофе но если эти жиры все-таки попытаются пройти на шаг дальше и печень их выберет из кровеносного русла одна-две попытки такого экстремального снижения веса не улучшая работу печени за несколько месяцев до того как вы начали это делать приводит тому что в печени развивается жировой гепатоз наберите на всякий случай жировой гепатоз поисковике посмотрите что это такое кстати несколько видео на эту тему есть на моем канале поэтому вам проще будет их найти если вы подпишитесь на мой канал более двух тысяч подписчиков это определенное знак качества этому каналу есть поэтому не теряйте его из виду думаю что вряд ли вы найдете больше полезной информации в одном месте на одном канале и очень важно просто это понимать что делать как готовить кофе правильно чуть позже будет на третьей позиции вернее на четвертой уже стоят углеводы до сахароза фруктоза это великолепные простые углеводы которые активируют обмен веществ и которые не грех использовать снижение веса потому что эти углеводы активируют во первых печень во вторых мозг это очень важно но вы знаете своих углеводов кофе обычно не хватает поэтому правильнее кофе будет заваривать немножко по-другому а заварки кофе вам скажу чуть позже ну пятая позиция это кофеин содержание кофеина от пол процента до двух с половиной процентов если вы берете арабику то это до одного процента содержание кофеина если рабуста это около двух с половиной что дает вам кофеин вот тут уже более конкретно говорят что кофеин это основа вы снижение веса да конечно кофеин активирует работу мозга у вас повышается тонус у вас повышается активность и тут вопрос как вы правильно этим воспользуетесь потому что активность нужна но не гиперактивность кофе должен поступать но не в больших дозах потому что гиперактивность на фоне кофеина приводит тому что истощается мышцы сердца слишком активно повышается частота сокращения сердца и вы попадаете на миокардиодистрофию а те кто имеют ожирение уже приличный срок они уже миокардиодистрофию исходно имеют и приемом кофеина могут ее только усилить только увеличить и это нужно понимать больше того кофеин относится к алкалоидам пуринового ряда повышается уровень мочевой кислоты и страдают суставы несмотря на то что кофеин обладает мягким мочегонным действием все таки он больше степени повышает уровень мочевой кислоты чем снижает и это важно понимать потому что снижать вес с помощью только лишь тоников очень дорого слишком большие дозы нужны дорого не по составу не по цене которую вы заплатили за кофе а потому негативу по здоровью который вы получите в ответ на этом способе лечения на этом способе оздоровления потому что кофеин вызывает чрезмерную активацию обмена веществ истощается мышца сердца которая вынуждена это выполнять вы знаете вы попадаете еще и другую ситуацию кофеин великолепно тонизирует мозг он усиливает его активность и одно дело когда вы утром пытаетесь выпить чашку кофе чтобы проснуться чтобы начать активно работать и чашка кофе вам на 1 2 там от максимум три часа обеспечит повышенную работоспособность а другое дело если вы решили снизить вес с помощью кофе знаете когда борется с ожирением жировая ткань присутствует в большом количестве потом обмен веществ практически не идет сжечь ее за счет активации обмена веществ собственно жировой ткани кофеин не может он активирует в основном работоспособность мозга и у вас появился стресс да в состоянии стресса сито многие худеют вы знаете тут 50 на 50 те у кого уже снижена функция щитовидной железы состояние стресса они наоборот поправляются набирают вес и увы многие из вас уже наверное это проверили на себе кофеин в принципе то же самое выпили просто чашечку кофе ну улучшили настроение выпили много чашек кофе попытки снизить вес вес как раз набрался этот мочегонный эффект который кофеину присущ не справится не поможет в этом плане и улучшение работы сердца печени мозга других внутренних органов да там тоже активируется обмен веществ но не в такой мере вам нужно активировать мышечную ткань мышечной ткани более активно идет обмен веществ вот при ожирении как правило мышечная ткань не развита в достаточной степени а пойти под кофеином выпив чашку кофе в тренажерный зал побегать на тренажер на дорожку поплавать даже очень тяжело потому что у вас уже исходная частота сокращения сердца высокая а предельная 130 диапазоне 100-130 сердце работает с напряжением а при повышении частоты сокращений выше 130 идет дистрофия и вы должны с напульсником все это делать выпили чашку кофе меньше нагрузка в тренажерном зале деваться некуда верхнюю границу вам никто не поднимет за ней осложнение и это нужно понимать поэтому кофеин классная вещь зеленом кофе его практически столько же сколько в черном поэтому по тонизирующим эффекту они примерно одинаковы по вкусовым качествам напитки отличается очень серьезно узнаете разница значительно больше между черным и зеленым чаем поэтому тут нужно просто понимать что вам больше нужно кофейный кофейное зерно содержит около 40 различных органических кислот и это тоже большой плюс у них разнообразный спектр действия больше того ну вот чем отличается зеленый кофе от черного кофе то есть же обжаренный и не обжаренный в зеленом кофе есть такой комплекс в котором находится хлорогеновая кислота кофеин и калий калий как вы понимаете мочегонным действием обладает кофеин тонизирующим хлорогеновая кислота она активирует обмен веществ и в основном в мышечной ткани которые опять-таки при ожирении мягко выражаясь практически отсутствует и вот тут жесткое действие кофеина она проявляется жестче она активнее проявляется особенно если вы еще используете лимончик допустим при заваривании да что немножко изменить вкусовые свойства напитка увеличиваете растворимость кофеина и вот здесь слишком активный обмен веществ в организме внезапно появившийся особенно в мозге это жесткий стресс для вашего организма по отношению к мозгу это эмоциональный стресс по отношению физической активности да под действием стрессовых гормонов вы будете двигаться активнее вы будете сжигать жиры активнее но очень быстро устанете потому что к сожалению не обеспечивается на метаболическом уровне потому что то что говорят что зеленый кофе на фоне сбалансированного питания снижает вес так вот ключевое слово все-таки это сбалансированное питание нужно просто сбалансировать питание под ваш вес избыточный какая степень избыточного веса у вас есть под ваш возраст под ваш стаж ожирения под ваш пол под те сопутствующие заболевания которые уже есть а я обозначу их это миокардиоистрофия может быть веитососудистая дистония либо гипертоническая болезнь атеросклероз сосудов сахарный диабет второго типа со всеми его сосудистыми осложнениями обмен на дистрофические заболевания суставов которые не дадут вам активно побегать и попрыгать попытки снизить вес нужно просто это понимать при нагревании это соединение легко разлагается появляются хинные кофейные кислоты да это активаторы они активируют очень хорошо желудочную секрецию и в этом случае это не минус а плюс большой плюс но об этом чуть позже остальные кислоты которые там есть они в принципе великолепно тоже активирует обмен веществ причем не напрягая поджелудочную железу даже при сахарном диабете можно использовать кофе только кофе использовать уже правильно а те кислоты которые там есть лимонные яблочные пиро виноградные это все компоненты цикла крепца это мощный активный обмен веществ и вот правильно используя кофе вы должны постепенно поднять свой обмен веществ потому что ну сложно рассчитывать от поддержанного автомобиля который побегал по не самым лучшим дорогами не самым лучшим водителем и не самым лучшим тех обслуживанием десятки лет а потом вы поставили новый движок от совершенно нового автомобиля и что будет с вашей машиной в этом случае легко догадаться не нужно рассказывать подробности что может быть если надеетесь на реинкарнацию да вы на верном пути она наступит быстрее но многие все-таки хотят похудеть и лучше жить в этой жизни поэтому лучше не рисковать таким путем как правильно использовать кофе для похудения ну в принципе технология заварки у каждого своя но по большому счету это не под емкость небольшого объема кипяток зерна кофе и вот здесь что важно сделать все-таки и зеленый кофе и черный кофе перед тем как бросить его в кипяток я бы советовал вам немножечко подогреть все-таки оживить во первых белки которые есть в обоих продуктах они так лучше переварится лучше усвоится вы получите более ароматный напиток плюс жиры которые там были они тоже пошевелиться немножко все лучше выйдет в напиток вы хотите ведь получить ароматный напиток или богатую составом гущу которую потом будете мазать себе кожу попытки снять там ороговевший слой вам же иное нужно поэтому очень важно понимать вот это соотношение то есть что нужно подогреть что делать дальше к кофе в зерном кофе очень хорошо бы положить все-таки сахаром сахар активируют работу мозга и помогает вам уйти из депрессии активировать обмен веществ вашем организме потому что только это дает мягкий подъем обмена веществ и плавное постепенное похудение больше того таким путем вы усилийте секрецию желудочного сока кофе с сахаром по способности раздражать желудок сравним с мясным бульоном по полезности он серьезней опережает мясной бульон потому что как вы понимаете тому разные неожиданности бывают но подняв секрецию с помощью кофе вы можете улучшить пищеварение тех продуктов которые зайдут следом за ним и утреннее отсутствие аппетита чашка кофе устранить а белковой пищи которые с утра должна попасть она попадет и легко переварится если вы сомневаетесь что вам хотите поскромнее позавтракать не вопрос порция молока или сливок притормозят ваш аппетит и считайте вы уже один прием пищи сделали самое главное печень очистилась потому что желчный пузырь сократился желчь ушла в кишечнике ваша печень опять очищает кровь от избытка холестерина канцерогенов и птицидов и всего остального вот кому не стоит пить кофе поутру это тем у кого есть темные круги под глазами да конечно они легко уходят потому что кофеин тонизирует венулы вены немножко уменьшается в просвете и темные круги уменьшаются но у вас исходно было низкое артериальное давление которое говорил о том что ваш организм был длительное время в некомфортных условиях он жил на грани жизни и смерти и заставлять опять таки поддержанный автомобиль активнее двигаться в этих условиях ну я бы вам не советовал темные круги по глазами лечатся совершенно с другой стороны через улучшение работы печени потому что она это единственный орган который способен уменьшать вязкость вашей крови и снижать кардиологический риск потому что вся все виды активности а кофеин увы это еще один вид активности который переводит вас на более активный образ жизни вы ведете активный образ жизни кровь становится более густой периоде отдыха ваша печень должна кровь успеть восстановить в исходное состояние сделать ее более жидкой тогда утренняя печеночная лень вас не посещает а если вы этого не делаете то она превращается в синдром хронической усталости и в этом синдроме очень сложно себя мотивировать снизить вес даже с помощью чашки кофе поутру поэтому это нужно просто понимать потому что по большому счету чашка кофе может помочь в каких-то ситуациях и мужчинами женщинам да и пмс уменьшается импотенция мужчин немножко снижается таким путем но эти состояния отражают разные стадии пустой крови в вашем организме когда вам не на чем работать они снижают обмен веществ у вас появляется избыточный вес а потом появляется желание выпить зеленый кофе для похудения вы знаете опыт и конечно идут цена вопроса она значительно но все-таки я бы советовал вам начать не зеленого кофе для похудения а все-таки начать с правильного сбалансированного питания которое обеспечит вам безопасное снижение веса а если вам захочется выпить утром чашку кофе не вопрос вы это можете сделать и настроение будет лучше а вес будет снижаться еще более активно крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения если вы забыли подписаться на канал не забудьте кнопка подписки под видео даже как можете поставить лайк на него чтобы ваши друзья и знакомые увидели это видео тоже среди первых и не начинали похудение зеленого кофе а все-таки начинали с правильного питания до новых встреч на моем канале